так все на тема квит надо добавить стрим сейчас обязательно вот добавляем и понемножечку начинаем так на кибетике есть ставочка на q против арктура ну что же это один из матчей 2 видимо не запилили решили что у милки шли шансов нету сгуру но не знаю насколько там милка сможет побиться или не сможет посмотрим а сейчас сейчас кибетик открою заново так что пока не зацепая пиво пошел онлайн слышал я вот ну что q фаворит я думаю он и победит собственно говоря не ну как бы может быть конечно и арктур что-то нам покажет интересное да но я думаю все таки call поэтому пропиливаю сюда и что-то прям резко мы прям резко мы сразу стартуем сейчас вот поехали сегодня она вряд ли что-то помимо этого буду стримить до сегодня и и не вижу чтоб что-то еще было там завтра автрика старлига это да а и Ну что, ребят, первая игра. Как вы помните, я думаю, многие уже систему запомнили. Матч помимо Десайдера и матча Венеров в бо-3 у нас, а Десайдер и Венерский матч в бо-5. И в связи с этим играется сначала у нас лузерский матч, то есть как бы два матча и матч лузеров. Опа, на Тинькофф 600 рублей прилетело. И я чувствую, что это кто это, что это, как это вообще? Кто, ребят, это сделал? Признавайтесь сразу. Филинков Владислав, ага, спасибо тебе, кто-то это сделал. Сейчас добавлю. Спасибо, короче, пацаны, ребята. Улучшение завершено. Хорошо бы никнейм и узнавать ваш еще, но сообщений у меня нет. Там приложений на Тинькоффе, поэтому... Это второстепенный у меня банк, просто мне в лом все закрыть карту его. Кстати, я ее уже пользуюсь, наверное, больше полгода, как бы, не платя там по ней ничего. Там, наверное, какая-то долг у меня уже есть. Так, адептики-пилончики строятся у Коу. Нексус снизу почему-то не в кармане, интересно, почему. Вот, сегодня Коу подгорал 0.6 на ладере. Хочу тебе сказать, что когда ты сливаешь 0.6 на ладере, вот у меня, как бывало раньше, играешь и на ладере херово как-то все идет, а потом хоп-турик сел играть и нормально отыграл, как бы, на своем уровне. Главное, трениться стабильно много. Спасибо, пацаны, всем за поддержку. Рок поддержал ваш канал на сумму 443 рубля и сообщает без слов. Просто привет, эгэгэ. Спасибо, разжитетители. О, что-то резкое так просто. Опа, и поддержка прилетела. Что-то ты там явно подбирал. Что-то ты там подбирал. Улучшение. А что-то ты там подбирал. СССР готов. Кому навешать? Клана новенького. СССР готов. Так же, вроде, получается, будет. Или я что-то обсчитался. Привет, Экси. Еще раз. Блин, это ты. Ну, просто на Тинькове у меня, короче, это... Нету приложухи. Это банк второстепенный у меня, как бы, сейчас. Я поэтому... Я сначала перевел на Тиньков, а потом вернул Сберкарту. Вот. Почему? Как раз-таки из-за этой темы, что и сообщение я не могу читать на Тинькове. Вот. Ну, ты можешь продрублировать его в чате сообщения, как я сообщу это сообщение. Либо через плеер поддерживаю. За полташечку. Так, дробчика здесь идет. Здесь Экси нечем, а отбить этот дробк. Как нечем? Четыре ада это снизу. Че они наверх-то не идут? Че он боится? Че он ждет, точнее, даже, я бы сказал. Так. Ой-ой-ой. Пять пробок, минус сейчас. Десять бачей на Арктура, говорите? Вам трениться надо, а вы кернику-то занимаетесь. А потом скажут, что я ставки агитирую, блин. Хотя, говорю, не надо этим заниматься. Пусть занимаются тем, у кого денег много этим. Если хотят. Так, минус Марик. Ну, это еще не смертельно для Коу. Но вот этот рыв минок, это было что-то, на самом деле, с чем-то. Они просто минус нули. Походу, ты лоханулся, да, на пару рублей. Там же единичка была последняя. Пять, четыре, четыре, один там было. Там надо было шесть, последнюю ставить циферку. Ну, ты можешь три добавить, как бы, и будет там все ровно. Если было больше уже, то назад не вернут. Да нет, Тинькофф норм, я не спорю. Но сообщений там нет. У меня нету смартфона, пацаны, как бы. У меня вот, и там приложения какие-то нужны на Тинькове, как бы. Плюс там деньги надо держать, чтобы там бесплатно он существовал. Я поэтому, как бы, ну, его минус нул. Все равно нужен Сбер, для сообщений мне нужен был. Плюс Сберу большего количества людей, то есть проценты там. Хотя Сбер такой дырявый банк, потому что там Герман Греф же домосон дырявый. Вот, что у него проценты, как бы, только по области в твои не идут, получается. Как бы, и то там не факт. А на Тинькоме вообще Бес везде, например. На Сбер, я перевожу Кабес. Ну да ладно, опустим эту тему. Ой-ой-ой. Опасно. Две минки минус Феникс. 102,81. Что-то как-то Артур тут смотрю. Помаленечку, помаленечку. По лимиту больше. Единственное, что... А, не, третья цеха тоже делается. И инженерка есть, только армор не заказан. А, не, третья цеха тоже делается. Не, ну тут поудержится. Минку заминусовал две штучки. Колосс с рейнджом уже? Бес. А где рейндж-то вообще колоссом? Что-то не видно рейнджа. Что-то Артур пытался обмануть, Коу повелся, но... Ну, Артур... Так, хороший обсердис. Очень хорошо висит, хорошо Коу отвел Феникса, но это не спасло его совсем. Опять полетел дробчик. Нужно принимать его. Кстати, Либераторы могут втанковать сейчас этот дробь. По верчаже нужно стоять. Поперли у верчажа для Артура. Это провальный дробь сейчас может быть. Либераторы раскладываются. Минус Либератор даже стрельнуть. Не успели, нужно Фениксов выбивать. Ой, какой право. Называется, как отдать игру просто на ровном месте. Инструкция, посмотрите. Только что было 120 на 100 пользу тирана, уже наоборот фактически ситуация осталась сейчас. Так, Фениксы прилетают. Две минки. Поднимает пух. Но там еще две были, поэтому залп хороший прошел просто. А двух плюс минок еще. Скан минус обс. Наконец-то этот обс просто всю игру зарешал, реально. А рептилоиды, да, кредит его дают. Так, да, у Юра там 10. Ты как, Юр, там по 10 премов на каждый день, да, я так понимаю, поделил. Я Джейсу тоже там 5 еще послал. У него 10 тоже суммарно, ребят. Короче, в ближайшие 4 дня, ну как ближайшие, не подряд у нас дни будут на ГГ года, но еще 4 дня играл сегодняшний, понедельник, и 28-30-е плыв. 50 премиумов там разыграем еще оставшимся. Оу, что-то непонятное сейчас сделает, если честно. Подставляется под Либераторов, подставляется под Био. Короче, лимиты равные практически. Идет мясня какая-то жесткая, я бы сказал так. Непонятно, чем кончится эта мясня вся. Минус Колос, Артур идет вперед. Это минус Коу здесь в этом выходе и, похоже, во всей игре. Я не знаю. Хотя, смотрите, очень важно, что сейчас Либераторов сбил. Я поспешил сказать, что минус Коу уже, но отступит он, отступит. Колосов отстроит. То есть, если б Либераторов он не у минус Коу, всегда в таких замесах решит Либератор исход, если выживет в пользу Тирана. Потому что он там столько демеджа вынесет, когда никто не стреляет по воздуху, даже один Либератор, он там по ДПСу реально с пол-армией этой сравним вообще, Тирановской. Пол-адептам там всяким. А если есть Гвардиан, так он и может, как целая армия будет. Потому что там Гвардиан обрубит Мародером, Мариком очень много демеджа, а Либератором он вообще ничего практически не обрубит. Плюс они еще и СН-3 фокусят там зачастую на приоритете, причем сами по себе получается. У Коу Кап не было рейнжа Колосом, так и нет. Ёпарас, это я тут что-то и думаю, что-то здесь не хватает. Был ли рейнж? Нет, не было. Колос так как-то сблизи шпарит тут слишком. Идет полминута, пол, 1-0. Артур, Либераторов 3 штуки, как же они унижают. Потери откроем, вы видите потеря. 84-127. Что-то все плохо здесь, конечно. Если так будет играть, то, я не знаю, мне кажется, может, не знаю, может, Арктур сегодня в ударе, просто сможет ли кто-нибудь конкуренцию в Гуру составить в этой группе. Вот у меня в чем вопрос. Он тут очевидный фаворитка его, да, но... посмотрим. А, по 20 на группы. Нет, ну, можно и на плей-офф оставить, как бы. Ну, смотри сам, как интереснее бы было. Ну, давай, смотри, как пойдет просто, как бы. Смотри, как пойдет. Здесь, если активно, то давай сразу, короче, тогда, конечно. Вот. Понял, Джесс. Ты можешь и на 28-го, 30-го разыграть. По приколу, кстати. Тем более, загадки там время много будет. А Юра сегодня, ну, сегодня понедельник тогда, вот. Завтра у нас Гоу Хоиска будет, получается. Короче, там прикол в чем. Еще смотрю, чтобы активировали сразу, а кто там, я знаю. Есть тут рептилоиды, уведут еще куда-нибудь. Сообщай мне имя, буду воронок высылать, как бы. Аннулировали, чтобы премиум явлен. Поехали. Такой спират. Такой спират. ну-ка еще явно не будет сдаваться в этом я уверен готов готов ну что ребята вторая игра вторая игра спасибо короче за поддержку перевел с Тинькова на сбер сразу чтоб Тиньков может вроде заднеприводный ну да ладно не суть вопроса видите как а система лучше чтоб не украл денежку так гейтгаз нексус кибернетчика стенка такая что ну здесь не пройти нигде пилон между газами здесь барак вот такая сплошная можно пролететь вот сюда получается ворваться есть что будет уверчаж здесь как бы прикрыто все здесь не ксу стеной прикрывать здесь уверчаж прикрывает вот эту область получается вот какой телефон я себе купил не понял привет gt88 да ребят многие смотрели наверное вчерашний nation war вот кто не смотрел можете посмотреть не буду говорить там что произошло в общем то так печально конечно ну а что делать но матчи были интересные возможно сейчас просто после этой группы я поставлю как бы там уже запись допустим допустим nation war а потом группы там до вечера сегодняшнего хотя завтра в час дня начало уже получается стрима будет завтра первый starcraft там будет ASL и завтра go for sk будет 16.00 будем смотреть все это дело так что опять у колки проблема ну хорошо что минку фокуснул если бы кол сейчас не фокуснул минку это было бы печаль из гелики заезжали гелика встретил кстати хорошо я даже не заметил как они там куда заезжали приады пришли все все так так а это gtt на что не понял что каплю на что так на телефон нет на телефон там ничего я не собрал во первых во вторых он сменился там на этим марафоном как бы и все а здесь да какой процессор что я не понимаю сумму написать вам что ли не знаю я на какой пока не на какой пока на ну что там за 7 700 нужно купить пока не на какой чем больше тем лучше тем лучше как вот но не знаю короче просто получится ли на что-нибудь накопить за декабрь и январь вот хотелось бы что минус 9 пробок просто что-то с пол сегодня не то действительно а с артуром все в порядке я честно вам скажу есть там i7 6 950x там за 130 тысяч рэм по моему он так примерно стоит если дешевле процессора не знаю ну 1070 нужно как бы будет по-любому как минимум я думаю не суть вопроса а будем копить форсировать события ничего здесь бах в тело получили адепты просто он летает опс ну рабов остановил ну вот этот залп от минки был пол и вообще жесть какая-то 9 пробок сплита то есть не было вообще эльбератор погибнет даже выстрелить не успеет как-то быстро пропадают его кусочки то есть декабрь и январь там на что получится средства как бы выделить так посмотрим с процессом если на что не получится дольше дальше собираю может быть сейчас тут немножечко курсы подупали во первых во вторых там в омд вроде в январе как процессы вы тут может быть там снизится ну немножко как мне пацаны говорили вот хз не знаю ребят вообще разработка завершена не могу вам ничего сказать по этому поводу не на один просто нужно вот нужно и жить на что-то как бы семье и праздники сейчас и и не только и не только и не только такой минимум и не только и что свои что они с и и Минимум крутой. Что-то тут Арктур пришёл. Коу идёт вперёд под Либераторами. Просто бегает сейчас. Грелочка Либератора минуснула. Грелкой желательно не по марикам стрелять в таких раскладах. Минку не сфокусил Коу. Сейчас ещё эта минка разжахнет. 2-0. Артур, короче, провал. Ну что? 102-149, еле-еле Коу отбился. Восьмиядерный КМД 500 баксов будет стоить. Слушай, ну, вопрос в чём я... Да, действительно, не сегодня, не день Коу, судя по всему. Я смотрю, что он делает, я просто в шоке, короче. У него вообще везде не идёт. 39 рабов минус. Здесь Либератор прилетел, унижает. Это вообще мейн... Вопрос в чём? Если бы собрались средства, допустим, за декабрь бы, да, на Проц, там можно было бы, ну, как бы, не ждать и там что-то думать уже, да? Но, судя по темпам, ничего не будет, как бы, в декабре уже очевидно, да? И поэтому уже стопудово смысл имеет подождать января, пока там эти АМДшные выйдут в процессе серии этой. Там уже смотреть, короче говоря. что оптимальное будет. Плюс, естественно, как бы... Плюс, естественно, там мамку нужно будет менять, по-любому там наверняка... токен другой какой-нибудь, там, и т.д. Вообще присылали ссылку на этот, за 130 тысяч, я говорю. И седьмой, там, 6 950x. Ну, там он какой-то супер многопоточный, каю. Может быть, для стримов это и не нужно, совсем. Но нужно брать про запас, нет смысла брать прото, который на чуть-чуть лучше там будет. Это вообще бесполезное действие, абсолютно. Потому что все равно, если я этой деятельностью буду заниматься, а пока ближайшие пару-тройку лет точно буду заниматься, наверное. А может и больше, не знаю. Посмотрим, как там будет складываться все. Ну, грейдиться придется, лучше заранее оптимально делать. Вот и все. Короче, тысячи. Не знаю, посмотрим, как по темпам будет. Пока хотя бы 70-ка свободная не будет, смысла об этом говорить нету вообще. Так, идет коу вперед, минус коу. Не ожидал я такого расклада, ребят, реально. Но Артур, он коу просто проблевает. Сейчас 2-0. Как-то так. Вот я не знаю, что им за 7700к. Надо посмотреть, что это такое вообще. С чем стоит вообще? Ну, что. Игорь Негода. так ждем гуру в мелку вот эта седьмой в пределах Трицахи стоит в принципе недорогой будем разбираться Трицахи ну Коу придется постараться на самом деле как бы да чтобы выйти из группы теперь в связи с Тиранвиковской историей да там стой не то что понятно что там играл Тиранвик а Коу сегодня вот просто люди люди скажут просто а смысл было поднимать щухеровый осет если из группы даже не выходить да как бы ну хз да 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 Продолжение следует... 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 короче ребят сейчас гуру Арктур сразу будет и потом проигравшись с Коу в общем-то 2 Бо 5 и все короче на сегодня на ГГГ года ну подвел Милка нас куда-то там его родители увезли вот киберспорт не котируется типа понимаете как бы это второстепенно такое вот у нас отношение к делу везде ну тут действительно как бы у всех по-разному для кого-то это просто не дело получается так вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Юра, так что давай начинай разыгрывать премиум уже, потому что 2 бы 5 осталось. Я думаю, на сегодня десятки хватит. Я думаю, на сегодня десятки хватит. Штучек я имею ввиду. А там уже на остальной стадии оставим, раз такое дело. Ну а чё? Тут я не виноват. Тут никто не виноват, ребята. Чё поделаешь? И так, вроде не самая сильная группа, не самая ровная получается. Так как бы и вот так вот получилось. Ну а чё делать? Нет, он предупреждал, я так понял, Юра писал, что что-то там где-то будет, как бы, но он не думал, что там плохой интернет, как бы, ну нужно это понимать, как бы. Ну, нужно было сразу отказываться-то, если ты знал, что уезжаешь, ну, как бы, не хотелось отказываться, видимо. Ну что, Гуру против Арктура. Сможет ли Арктур что-то противопоставить Гуру сейчас? Так, первое и последнее предупреждение. Так, первое и последнее. Так. 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 Так, погнали. Рипер-реактор факта, ну достаточно стандартный это опенинг, но не через передроб еще. Еще и призовые получат. Ну это вы сами можете решить, как бы, получат или не получат на самом деле. Как бы, за такое отношение можно и не давать призовы, в принципе, на самом деле. Что это за шляпа такая? Если честно, не можешь, скажи, дай другому место. Нахрен ты, короче, всех подставил-то. Думал, ё-моё, петух тоже думал, да в суд попал. В итоге, как бы, так получается у нас. Берез 1988 активировал премиум на ваш канал. Так, полетал что-то реперочек. Репер на Ксилмаге. Видел там интересно сейчас Арктур Лингов? Я думаю, что должен был видеть. Есть у него и два циклона у Арктура. Так, и Старпор делается, кстати. То есть это не как Касс игра, а две факты, получается, да, там... Две факты гелико-циклона. Это гелико-циклоны с одной. Вот. И переход Баншу, судя по всему. Так, сзади Линги подбегает, Арктура их принимает. Но я не знаю, нужно ли лезть сюда на вторую базу. Вот одного Роуча принял на третью. Можно сходить сейчас немножечко похарасить. Айсэф готов! Продолжение следует... Так, что-то ты там, ёпт, давишь премиумы. Вот. Узнавай, что как бы нужен премиум или нет. Потому что не надо, чтобы куда-нибудь там на другие каналы активировали. В этом смысл. Прилетает Банша. Харас пошел, смотрите. Здесь Гуру идет вперед всем временем. Так, циклона гелики на рампе здесь стручает. Линги оббегают с какого-то дальнего, сверхдальнего направления сейчас. Линги пытаются зайти и развалить вообще все. Заходят Линги. Депочку поднимать надо как можно быстрее. Сейчас депочку поднимает. Танк нужно сиздить. Куда ты вниз-то повел его? Это просто кейт-эстрофа. Еще и сверху развал танк ни до чего не достает. Но это надо уметь так, конечно, действовать, как сейчас действует Арктур. Где вторая, кстати, Банша? Одна погибла, короче, Банша. Танк вообще никого не атакует. ЦЦФу не смог Гуру отменить. Но по лимиту все равно в плюсе уже. Гуру шпиль там делает. Релуат, подчеркивание, активировал премиум на ваш канал. 1-1. По грейдам все хорошо у Арктура сейчас. Плюс два барака делают. Спозиционирование барака, конечно, если не сказать, что ужасное, но плохое. Нужно ближе их ставить, муткать, вообще барак разбирать будет. Надо их ставить так, что там, если нужно будет, туретку поставил, а она прикрывала бы, например, район, где юниты строятся. Так, два танчика, 90-90 по лимиту, Армори есть. Армори не наблюдается. Пошло Армори, скоро 2-2 будет. Заказывайте, Банши полетели харасить, но есть мутки. 9 штук в продакшне. Сейчас самое главное, чтобы сейчас, даже если Банши погибнут, Гуру спалил своих муталисков, и Арктур смог бы туреток везде настроить. Если он не настроит туреток, для него ждут плохие времена вообще. Мута здесь расхарасит нормально, на самом деле. Так, а чё мутка-то она не будет отбивать Банши? Да, мутка летит вперёд. В это время просто пытается Арктур тут забрать хату. Не получится у него ещё забрать. Мутка уже на мэне. Туретка есть одна, единственная, правда. Но марики на стиме подбегают. Чё да поха-то закрыта? Ё-моё, сам себе мешает пройти просто. Одного муталиска уже завалил. На центре находит хату. Тут Арктур пытается забрать эту хату. Дроны едут, дронами ничего не сделать. Может, имело смысл Банши увезти? Так, блядь, мувик. Нет, это карбот мультиков новых не видел я. Здесь туретчики по периметру пошли. Это хорошо. Рабов направить на добычу. С 2-2 втыкает Арктур немножечко. Надо бы побыстрее заказывать сейчас 2-2. Так, завтра гоуфоиска нет. А чё, почему завтра гоуфоиска нет? А чё завтра едет? Вообще ничего нету тогда. А-а-а, у них там Рождество решили не заморачиваться. Так, здесь турчики уже у Арктура попёрли. Ну, нужно больше торов добавлять. Тогда лучше будет ситуация. По-любому у него. Вот, тут новые бэлинги от Гуру. Мута полетела Хараси. Здесь туретки ещё есть на мэне. Но они быстро будут падать, туретки, ребят. Стимпак Мариком жми и жмёт Стимпак. Сейчас Мариком Арктур. Нахрен он всеми назад возвращается. Вот этого не понимаю. Тора Гуру сразу же минусует. Минки копаются. Марики на стиме разбирают. Здесь нужно отойти. Неплохо, кстати, Арктур. Здесь мутку погонял. Только не надо медиваки отдавать свои, пожалуйста. И очень сильно прошу. Так, здесь куда-то непонятно идёт. Овер минус ещё. 167, 186. Ну, пока Арктур достойно выглядит здесь, да, против Гуру. Так, пробиваются камни. Вот через камни идти туда вперёд. Чё мешает-то это сделать сейчас Арктуру? Идёт он вперёд. Не надо только всеми стимпачиться. И даже половины не надо стимпачиться. Это слишком много. Так, минки Био есть. Заходят на Ксилнагу. Несколько Баррингов наблюдает. Нету, смотрите, нету фугасов на этой стадии. Ну, бывает такое. Так, стимпачиться Арктур. Заходит Гуру. Медиваки нужно отвезти. Минки жахнули жёстко. Непонятный контроль сейчас. Вот Арктура был. Он слишком далеко Мариком убежал. Слишком они не помогали в бою вообще ничем абсолютно сейчас. Потерял, да, выжило Био, но потерял Тора всех танки, там, минки. И в итоге всё плохо. Так, продолжается прессинг. На минки перевести. Сюда закопать. Тора нужно вперёд выдвигать быстрее. Вот тут очень долго, очень долго тут меняется всё местами. Блин, просто вывел группу вперёд, остальную назад. Мародёра вперёд, Стора. Минки вперёд, моряки сзади. Всё это надо делать просто молниеносно Тирану. От скорости вот этих действий зависит вообще игра Тиранов всегда. Так, идёт замес. Минки будут стрелять. Стреляет минка одна. Вторая, я не понял, вообще стрельнула. Нет, и где там она вообще сейчас? Вторая минка. Так, остаются одни линги. Отступает Арктура назад. Слишком много Гура. Один Беллинг здесь есть. 120 на 107. Нет, всё-таки слишком сильная макро у Гуру. Там 4 базы уже. И похоже, что это 1-0. Немножечко в контроле Арктуру не хватает. Тут ничего не поделаешь. А, два танка дома забыты ещё. Ну, понятно, короче. Вообще, вот смотрите, ошибки, скажу вам. Помимо контроля ошибки, понятное дело, два танка. Торы уже давным до армора было. Строишь Торов против муты. Обязан делать грейд на атаку. У него несколько там атак. И они, как бы, если нет армора у мутки, он просто невероятно сильно решает. Торов надо больше строить тоже при этом. Так что тут очень много ошибок. Фунны, подчеркивание, зерк активировал премиум на ваш канал. Так, ну что, ребят, поехали. Далее, спасибо всем ещё раз за поддержку, пацаны. Закрою окно сейчас. Перерывы между матчами. Позвоню домой, там надо узнать, как дела у моих. Красавец там дома. Фунны, там рыба... Фунну... Фунны... Фунны... Фунну... Фунны... Фу... Там не заходит, варди что-то долго заходит Субтитры делал DimaTorzok Так, короче Добавил субтитры Короче, ждем готовности Добавил субтитры Призовые годы очки ВЦС будут? Никогда Тут гораздо больше призовой Там надо договариваться Много моментов всяких Вот, очень Добавил субтитры Так, 1-0 Гуру, ребят, вторая игра Добавил субтитры Через рипера Артурчик играет Наверное, что-то подобное О предыдущей игре Здесь пул первый, между прочим, был Или не, не пул первый Семнадцатая хата вру Чего я вру? То все Вот, отвлекся Посмотрел, что происходит Чатик посмотрел, что происходит Почему-то не может В игру попасть варди И это очень печально Так Так НЧЛ отоптивировал Премиум на ваш канал НЧЛ отоптивировал Блин, Арктур начинает Псена хорошо Я вам сказал, ребят Два дрона забрал Там здание еще Гуру наотменял А видел Роуч Ворон Арктуру вообще? Нет, он пока не видел Роуч Ворон Залетает опять сюда Под вторую вазу Еще одного дрона забрал Три уже минус Вообще великолепно НЧ Так, здесь два Линга прибегают Здесь два Гелика Марик Встречают их Надо бункер ставить Иначе Роучи сейчас выйдут Уминуснут просто Если Если сейчас Не заметит Арктур Роучи И будет печально Бункер заказан Молодец, что понял Что нужно бункер заказывать Нужна Банша срочно Арктуру Банша не заказана Так Залетел Отдал Рипера Да, отдал Рипера Сейчас Банша с Инвизом пошла Факта взлетает На Лабу сажать надо Танчик нужен срочно Барак нужно быстрее На реактор ставить Танчик пошел Банша пошла Марик садится сюда Ну блин ДПС от одного Марика Не хватит Это стопудово здесь Еще один бункер Арктур там делает Не, ну если отбиться Зачем КСМ-ка-то здесь Стоит спереди вообще Выходит вперед Вот они Роучи идут Надо сажать КСМ по бункер И высаживать с другой стороны Че он делает-то Артур Да посади Жесть-то какая Ёма КСМ-ки ставят просто ДПС открою Бункер посади Сделай что Что угодно Вообще Танчик Сидишь здесь бункер Можешь продавать Надо либо в Steam Либо во что-то Сейчас выходить уже Во что будет Артур выходить Я ХЗ Гуру Вовремя понял Что готов его оппонент К этому врыву И это должно Зарешать по итогу Я думаю Третий цех Я чуть не наблюдаю От Арктура Так Здесь Гелик Вот там поехали Баншу отвезти Назад можно Вычинить Здесь Банша Плюс 4 Гелика Полетели И пошло Билу Сейчас активно Вообще Начало хорошее Стопудово Хорошее Для Арктура Так Приехали Гелики Короче Ничего не сделали Три дрона Минус ну Плюс Банша Сейчас продолжает Харасить Ну Артур отдает Короче Баншу Здесь Одного Залпа По-моему Или двух Да там Двух Не хватило Чтоб убить Королеву Курабам Ровень Почти идет Полемит Очень-очень Близко 1-1 Наравне С Армором Гуру У него Вообще Один Эволюш Часто Грэдам Будет Преимущество Арбиталочка Третья Дома Можно золото Занимать И через Ксилнагу Развивать Свой успех На самом деле Который Пока что Сейчас Присутствует Успех Этот Ну Например Сейчас Ааа Лабы Второй Нет На бараках На факте Реактор Пошел Ну Гуру В этот раз Роучи Реведжеров Играет Артур Вместо Шутанчики Играть Он Строит Минки Сейчас Блин Вот тебе Пожалуйста Уже Короче Косяк Нужно На вот Эт факту Улететь Здесь Лабу А вот На лабу Вернулся Понял Что Да Там Походу Или Он Просто Реактор Под барак В будущем Хотел построить Вообще Не понимаю Что Именно Хотел Там Сделать Артур Крюч Армари Нужно Дождаться Будет А еще И хелбатов Три Штучки Микс Хороший Микс Хороший Спешить Не надо Никуда Вообще Спешить Сейчас Не надо Тирану Нужно Встать На Ксилнаги И спокойно Здесь Стоять Причем Прирост Может Даже Здесь Оставлять Он Быстро Сюда Подойдет Если Что Сканит Артур Вот Куда Стим Готов Будет Через 5 Секунд Зачем Лезть Сейчас Идет Вперед Стим Не готов Недавно Кто Ка Каст На Нейшн Воре Подобным Образом Отдался Было Дело Так На Развороте Принимает Артур Бой Щиты Заказаны Нужно Туда Лезть Нет Конечно Стоять Силнаги Встань Займи Позицию Танки Всич Просто И все Так Дробчик На Ничего При этом Все Не видишь Что Самое Интересное Мелкий Чулки Кеки Активировал Премиум На Ваш Канал Мелкий Чулки Патчем Панчик Спорку Надо Минуснуть Спорку Минусует Эволюшн Заминусуй Как Хоть Эволюшн Заминусал В том Котором Делается Грейт Не минуснул Котором Грейт Не делается Минуснул Ну Бывает Золото Зато Арктур Вовсюду Бывает Бараки На Лабах Кстати Две Добавились То есть Три Лаба Два Реактора На Бараках Мародеров Будет Очень Много И плюс Еще Бараки Пошли Значит Я не вижу Нормального Ровного До заказа Со стороны Тирана Почему-то До Щитов Пошел Опять Куда-то Врыв Зачем До Еще Щиты Готовы Мехоза Хорош Пошли Несколько Мариков Мародеров 164 127 Ну Видно Что Юнитов Мало Блин Постой Ты Маленько Грейты Делаются Все Делается Как Жи Сумбурно Сумбурно Не Ну Я хочу Чтоб Тут Бьяновский Контроль Был Ну Вот Зачем Танки Отксил Нагу Видишь Поставь Ты Сзади Пусть Марики Спереди Стоят Нет Танки Стоят Здесь И Под ударом Оказываются В итоге Гуру Пытается Здесь Отбиваться От дроп Под дроп Отобьется Здесь Но тут На мейн Еще Передроп Пошел Одновременно Здесь Можно Подраться С ровущими Реводжерами Вдали Отходит Арктуру Улетает Здесь Тоже Врыв Идет Но Гуру Везде Готов Молодец Мультитаску Гуру Хорошей Не знаю 2-2 Арктура Делается Бараков Все Больше И Больше Становится Соплай Блоков Вроде Как Нет Это Хорошо Танчиков Все Больше И Больше На Соединиться Армии 160 на 180 По Лимиту Сейчас Ситуация Можно Просканить Еще раз На муви Сливается Арктура Короче Микозов Нет Слава богу Угуру Танчик Один Сбрил Это Пока что Потеря Нормальная Считаю Так Здесь Крип Выбивает Но Арктура Очень Хорошо Действует Крип Везде Шатает В принципе Крипа Угуру Практически Нет Позиция Занята Хорошая Здесь Нужно Просто Сейчас Нормально Проатаковать И Желательно Не отдаться Желательно Дождаться 2-2 Грейдов Они Будут Раньше Чем У Зерга И Это Ключевой Момент Вообще Для Успеха Так Еще Крип Умор Один Забрил Пытается Выманить На танчики Зерговских Юнитов Один Танчик Может Поближе Подвезти Сейчас Сюда Куда Нибудь Например Здесь Можно Три Сплетануть Пока Есть Время Например Чтобы Они Не отдались Забегание В тыл Пошел Со стороны Гуру Арктур Собирается Ворваться Что ли Да Танчики Прям Вперед Подъезжают Сейчас Нужно Сиджить Сиджить Один Два Три Четыре Стимпак Пошел Здесь Дроп На третью Или куда Я вообще Не понимаю Сейчас Пойдет Ну куда Пойдет Явно Дроп Фаербол Ами Один Медивак Сбревает Гуру Арктуру Но У Арктура Много Заходят Юнитов 2-2 Правда Не готово Еще Но Ультралы Скоро Будут Уже 186 192 Полиомет Уро Учи Не отбить Нормально Все На муви Идет Куда Ты Назад Пошел Тормоз Ё Мой Выдохни Выдохни Сергей Не надо Не надо Просто Здесь Голые Реведжеры И Тиран Еще умнее Кроме Как Вот так На стимпатчиться Пойти Назад Ничего Не Придумал Но Он Не знает Что Там Ультра Он Вообще Как Ну Это Глупо Даже Если Там Не Было Ультры Да Ты Уже Убиваешь У тебя Юниты Энергетические С Медиваками Танки Стоя Вот Здесь Вот Давно Я такой Хрени Не видел Ну да Ладно Ну Видно Что Все Гуру Как Поувереннее Действует Как Четко Разводил Все Хорошо Делал А в итоге Такой Бред Происходит Просто Обидно Мне Реально Просто Обидно Короче Блин Но Никогда Вообще При Любом Размене Это Не Ну Не при Любом Бывают Иногда Такие Ситуации Не Спорю И Ты Вынужден Принять Решение Ступить Назад Таких Ситуаций Практически Не бывает Практически Не бывает Где Выгодно Назад Отойти Это Нужно Помнить Всегда Когда Размен Начинается Все Что Нужно Было Сделать Арктуру Все Ультра Вышло Ультра Сагрэйдом С уникальным Здесь Здесь Ничего Не Все Что Нужно Было Вот Здесь Роуч Атаковать Точку Сбора Сюда Поставить Подкопилось Био Некоторое Количество И Тогда Бо Отбился Кстати Здесь Био Ошибка Контроля Это Био В контроле Оно Выйти Не Может Оно В клетке Сидит Так Выгоняет Ультра Лафаркур Четвертую Надо занимать 144 Момент Утерян Просто Прикол В чем Лимит То Был 180 На 190 И Видно Было Что Здесь Ничего Не Осталось Здесь Голые Роуч Беспонтовые Один Танк Сюда Выйдет Там Либератор Низкомародеров Все Отбился Гриды Лучше Были На Тот Момент Гасты Пошли А ну Гасты Против Ультралов Не Ну Если Артур Умедрится Скопить Там Лимит Уже Ну Там 170 Хотя 180 Ох Какой Микоз Пройти Боже Это Боже Это Очень Больно Будет Пошел Стимпак Микозы Поперли Гост Выходит Но тут На Либераторы На Танки Гуру Влез Кстати Говорят Смотрите Какой Развал Гуру База База Такие ошибки Нужно Нужно Игру Свою Еще Анализировать И в плане Билдов Принятия И принятия Решения Ситуации Такие Все Золото Кончается Не Ну Артур Сто Тридц Остро Восемь Два Сто Шесть По Лимит Здесь Ультралы Стоят На Золото Ломиться Смысла Особого Нет Есть Пять Либераторов Почему Артур Ну Золото Ломиться Нет Но Тут Робов Много Надо Переводить Надо Вот Эту Базу Занимать С Улетать Отсюда Газ Тирану Как бы Не Критичен Газ Ему Особо И Нужен Бобер Бич Активировал Премиум На Ваш Канал Что Случилось С Эру Переми Нужен Хараптеры Прилетели Они На туалетку Зеленкой Своей Пописали По-моему Здесь Врыв Нам 150 Лимит Артур Отстроил Но Лингов Надо Встретить Где Бил Где Стимпак Гасты Есть Либер Что Происходит Артур Разверни Так Здесь На Четвертый Урыв Идет Дробчик Летит Либераторы Ничем Кроме Одной Туретки Стремно Не Прикрыты Гасты Не Здесь Бил Не Здесь Гастов Уводи Все Уводи Сейчас Развалит Твой Стэк Пока Ни Хрена Нету Где Караптер И АХЗ Либераторы Так Снайпы Пошли По Ультре Залетает Караптер Ультра Кстати Падает Моментально Практически Взя 200 190 200 100 По лимиту 36 А Еще И КСМ Не Отвел И Гастов Слив Потом На Музе Я устал Закончен Бой Пишу ГГ Иду Домой Ну Как Вариант Много Угуру Королев Но Угуру Унеснут Они Где-то Сзади 17 КСМ Выход Можешь Попробовать Сделать Да Те Эрмиакос Из-под земли Летит Семь 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 Патчи Аркур Заходит Вперед Либераторов Раскладывай Назад Раскладывай Вот они Успевают Разложиться Или нет Неперед Вроде Успевает Либератор Разложиться Деможин Очень много Вносит Либерки Сейчас Но Слишком много здесь характеров, ребятки. ГГ в итоге приходит записать. Было бы экономика, может, что-то я получил. Гуру, от Гуру ничего естественного, как бы, сверхъестественного. Здесь не показывает, как бы. Арктур говорит, что, ну, в принципе, можно его выигрывать. Субтитры сделал DimaTorzok Смелет.154 активировал премиум на ваш канал. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Так, отчет почему-то на Алараке не сообщил, что премиум активировал. Странно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, что-то тут все местами меняется. Барак на реактор, факта на лабу. Старпорт на лабе. Так, Reaper на мэне. Три дрона уже за минусал Reaper. Еще б гелики на муви в королев не отдавались бы, так вообще б неплохо было бы. Reaper отдался, судя по всему. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Так, неплохо тут банша расхарасила Ну, это минус банша, к сожалению. Ну, 6 дронов убил, на самом деле, Артур. Пока парабам в плюсе, скоро шпиль здесь будет готов. Кстати, шпиль вообще видел Артур? Судя по всему, не видел. Нет, он не видел шпиля. Это очень плохо, потому что он не готов. У него туреток нет нигде вообще. Мариков у него 5 штук. Так, а муталисков что у нас? 3 пока строится. Ну, мало муталисков, это хорошо. Но если туретки не успеть напилить, даже тут вот такой слабенький продакшн муталисков может подрешать. Так, ну тут буро-гелики разобрал все. Все точно, 4. Ну, ладно, гелики, в принципе, здесь не такой уж важный юнит. Но нужны туретки. Здесь бы на грейдах тоже бы туретку не помешало бы поставить. На продакшне тоже где-нибудь. Здесь на Старпурте, я не знаю, ту речку поставить. Здесь две пошло впритык друг к другу. Зачем две-то так? Дает Арктур. Одна упала, вторую можно отменить. Да и правильно, она отмешала только добычи на самом деле. Так, мутка на вторую залетает. Тут, смотрите. Грейды так подставляются с газом, что можно пошатать. Но газ гуру точно сейчас выбит. Вычинивать газ, ущерб к СМкам потерянным, ЯХЗ даже, нужно ли было. Так, щиты пошли. Очень много муты. Отменяет лабу гуру, марики будут без щитов. Надо восстанавливать срочно. Короче, лаба не восстанавливается. Здесь еще медиваки отдаются. Вот что значит туреток вовремя не напилить на продакшне просто. И в араке как лабиринт стоят, хрен пройдешь нормально. Подальше надо ставить друг от друга. Подчеркивание, аларак, подчеркивание, активировал премиум на ваш канал. 125-44-22 у Арктура заказано. Выход пошел, но по-боевому близко. Вот на три часа можно прийти. Сейчас достаточно легко здесь пробрить. Зачем-то загрузилось все. Блин, скука ошибок много. Щиты не восстанавливаются, Грейт. Опять гуру прилетает, убивает лабу. Вынужден Арктур только бегать за гуру здесь. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. и продолжая скоростно. Блин, ну тем не менее, лимит как бы у Артура в плюс постоянно идет. Не понимаю, вот почему? Вот нахер бегать-то взад-вперед, ну почему туреток не построить побольше, блин? Вот здесь-то обнес четыре туретки, запили здесь тоже по периметру туретки, блин. Че лезть-то вперед? Так, выход идет от гору. Артур видит вообще этот выход? Нет, он как бы... против тимпачился всеми. Зачем всеми против тимпачился? Так, моряки камни пробивают. До готовности щитов вообще не надо делать, короче. Ничего. О, здесь Арктура. Да. Это 3-0, ребятки, похоже. Я думал, здесь не отбиться уже Арктура. Моряки без щитов. Но на муве... Нужно не на муве ходить. Это называется чувство позиции, ребята. Вот такая ситуация, то есть... Ты должен видеть, когда Азерк ломится, и танки поставить вовремя в Сич, и Мариков вовремя отвезти. Когда на тебя наломились, ты там в спешке жмешь Т и Сич танком. Это бесполезное уже действие. К, В, и в... Продолжение следует... 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 Ну, молодец, кул. Терпел, терпел, затерпел. И разваливает еще при этом все. Сейчас депошечка после ци-цейки ценная погибнет за 16 лимитов. Волкг пишет Арктур, нечего бункера продавать. Продолжение следует... 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 Тут странная минка около рампы здесь копается. Не знаю, почему около рампы. Почему не в минеральной линии? У кого Старгейт? Что Старгейт? Оракулы, Фениксы будут. Я не понимаю пока что, если честно. Ну что-то явно будет. Так, адепт зашел. На минку в итоге адепт не попал. КСМ-ку нужно увезти, попытаться. Попытался и увел, кстати говоря, Арктур. На одном хп вывел. Чудом сейчас. Сейчас будет готов, в общем-то, медилак. В общем, два гелика будут заезжать на вторую базу. Опять Мариков и минка будут дропаться на мейн. Стандартный достаточно расклад. Здесь Оракул. Здесь есть уверчажа на вторую, а на мейне адепт и Оракул будет, например. А туреток, между прочим, нету. Так, или ху между мейном и второй дропаются? Да, так и есть. Ху между мейном и второй дропаются сейчас. Так, гелики заезжают. Да на мейн ездят, ты уже по-то едешь, не понимаю. Так, попытка забрить мазеркор. Неудачная попытка. Мазеркор выставит, если что, оверчаж. Так, а что происходит-то? Че тянет Артура? Вот, смотрите, какой пилон хороший здесь стоит. Да вот же пилон, который выйдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очень долго Артур тянет время здесь, на самом деле. Нужно быстрее, как можно, в таких ситуациях расчехляться, пытаться разобрать все. Так, Оракул возвращается. Ну, тут минка копается. Минку выбивает. Фу, там достаточно быстро. Грелка выходит, грелка. Все, уже медивак бы отвезти хотя бы. Но зато можно геликом попытаться хотя бы одну пробку сжечь. Две пробки под ударом. Третью. Да, три пробки еще. Ну, не там-то, здесь хоть три пробочка и выбил Артур. Минка есть на мэне, вторая еще на мэне. Туретки нет ни одной нигде сейчас. Это очень плохо, на самом деле, что туретки ни одной нет. Так, еще таминка незакопанная стоит. Мул кинут мимо. Вообще, ошибки ужасные сейчас со стороны Артура идут. И Оракул на вторую летит. Оракул летит на вторую, потом сместился на мэйн. Ей здесь марики. Оракул прилетает на вторую базу. На ровном месте. Просто, просто на ровном месте сейчас получает 4 минус рабочих тиран. 41-29. Тум-парабам. Ну, вот туретку... И как меня бесит, когда тирана вот так вот делают. Ну, поставьте туретку, если не можешь законтролить. И при любом раскладе туретка бы здесь зарешала. Либо вторую минку надо было копать. Так, полетел дробчик. Спалит его Оракул. Можно ревелейшн просто кинуть. Ну, и чё, куда тебе лететь? Никуда не надо здесь лететь. Оракул минус, смотрите, на минку попал. Третья цеха пошла. 48-36 парабам. Либератор есть в районе второй базы. Ну, грелка-то была. Вот смысл, когда ты видишь грелки, лететь куда-то либератором. И, между прочим, сейчас Кув играет в стиле Ниба. Ниб тоже делал такую тему. Третья цеха пошла. Было, ребят. Быстренько тут либератор полетел. Ничего не сделал. Я звук случайно отрубил. Вот. Так, минус 3-104. Арктура больше по лимиту, ребят. Здесь 3 уже грелки. Что-то какие-то масс-грелки. Плюс колосса. О, вообще непонятный билд. Мне, вот, лично, он непонятен совсем. Вот. Привет, блюманки. Привет. Пин-патчистый Арктура пытается Нексус отменить. Нексус-то он отменит. Может, пилоны лучше было выбить гарантированно. Ну-то, минус Нексус это минус 100, а пилона минус 200. Можно было бы 2 успеть выбить стопудово за это время. Ну-то, Абонетсус начал добывать. Идет выход. Мас-минки, марики, грелки. Третий командник перелетел. Туретку, опять же, не стоит. А если там будет... Так, либератор на 4-х ВП. Бессмысленный либератор. Надо вычинить обязательно такого. Короче, не видит Арктура, что здесь висит опс. Сейчас 1-1 био, зато у него будет. Боя готова. База атакована. Пристройка завершена. Месторождение минералов выработано. Прилетают грелки. Сливает их на ровном месте, короче говоря, сейчас скул. Остался либератор с энтрями. Либератора убивать в 2016-м. Это не очень хорошая идея. Да и в 2017-м, который скоро будет, тоже. Короче, провальный контроль от Арктура сейчас был. Вместо того, чтобы просто как-то разобраться здесь. То есть адепты даже без Глеб, что самое интересное. То есть грелок им дал убить либераторов. Один остался долго перераскладывал. В итоге адептов отдался. Колоссов контрить вообще нечем. Заходит Коу на халяву наверх. Но я не знаю, сможет ли Арктура эту игру перевернуть или нет. ГГ 2-0 Коу. А ведь проиграл сейчас... А ведь проиграл сейчас до этого Арктура 0-2. Пик Авид активировал премиум на ваш канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Так, ну что, Коу 2-0. Ну, Арктур решил, что пора уже что-то тут переворачивать в этой игре. А Коу идёт на разведку, но это называется, немножечко тилтанул Арктур здесь с 0-2, как бы надо съезжать как-то. А Коу разведают очень-очень рано, на самом деле. Я не понимаю, короче, как в итоге он будет пушить, непонятно. Так, ну что, цехореактор. Куда Коу едет? Сюда едет? Нет. Нет, не вижу, куда он едет. Нет, он домой едет, и здесь пилон пошёл. Прокси будет проверять? Вот это стандартное достаточно место для Прокси. Но Коу пока там не проверяет. Будут ли это гелики под... Циклоночные с реактором, или это будут марики с реактором плюс один циклон в факте. Это один циклон в факте, плюс марики с реактором. Старпорт тоже будет здесь, судя по всему заказу. Но сначала мариков нужно заказать, да. Депошечка нужна, ещё одна. Так, хочу сказать, что в ПСК БВ не было никаких близконов. Уже некорректное название турнира, как бы, получается. Так, заходят здесь Артур. Нужно аккуратнее быть, так. Ну, циклон с зелками стоит тут на холде. Сейчас ещё один циклон придёт, марики придут. Пилончик надо будет сразу же выбивать идти, как только будет. Ещё один марик приходит, всё, пора идти дальше. Пилончик падает. Зелков надо шатать, чё не понимаю, боится здесь. Артур, всё, зашатал. Мазеркор, хватай! Циклоном надо захватывать булок. С мариками просто фу. Элементарно. Так, грелка первая заказа. Захватиться циклоном ему, ё-моё. Захватил циклоном минус. Ну, грелка сейчас вейд. Без мариков грелку будет не убить, поэтому надо как можно быстрее сюда мариков везти. Как только оверчаж кончится, просто заходить на хг и убивать пилона. Так, решил сейчас тиран, что сможет он зайти спокойно на мейн. Это ошибка была. Это потерянные драгоценные секундочки. Да не надо бояться грелку, ё-моё. Медивак не надо отдавать. Было медивак отдает в итоге Артур. Ну, надо забирать! Мазеркор, забирай! Кого ты там покусишь-то, ё-моё! Либератор прилетает. Как же долго Арктур всё делает. Это ужасное исполнение, на самом деле. Очень нервозное, на самом деле. Вот. Что происходит? Вообще, что-то встал сейчас. Вот что встало вообще? Непонятно. Грелка ещё одна будет. Гейты открываются. Мазеркор регенит энергию сейчас. Ещё один циклон сейчас будет, блин. Либератор где? Либератор на мейне. Ну, грелка сейчас выйдет, между прочим. И лучше бы Либератора было бы не отдавать. Либератор, кстати, улетел здесь достаточно спокойно. Ну, грелка на перехват. Улетел да не улетел. Всё, нужно ждать, пока оверчаж спадёт. Ещё один медивак сейчас выйдет. Третий циклон приходит. Тут КСМ-ку. Зачем уводил КСМ-ку? Я понятия не имею. Можно было просто сейчас спокойно. Медивак не отконтраливается. Можно сейчас просто спокойно вылучить. Чё боится грелка? Тоже непонятно. Вот у нас медивак. Просто приведи рабочих, чини циклон. Ну, давай подождём, пока выйдет новый Мазеркор. Чё Арктур делает? Я просто смотрю и охренел вообще. Охреневаю я просто. Чё он творит вообще? Ну, ГГ-3-0, короче. Просто какую-то херню творит вообще Арктур. Слил всё. ЦЦ-ху ставит. Тут всё отдал вообще. Продакшн весь отдал. Здесь ещё так вообще исполнение ужаснейшее было. Ну, придираться к Близкону тоже не стоит. Там ангеймнет или какой-нибудь. ВЦГ, ВЦГ там. Шадоу Марине активировал премиум на ваш канал. Близкон Инвитейшн. Хренадо там нашёл такие турниры. Я таких и не помню. Там в тысячу раз просто было. Не, значит он был такой Близкон Инвитейшн. Были во много раз более важные турики в то время. Короче, сейчас вот по поводу этой игры. В игре, где обязан был тиран просто на оклике выиграть, он настолько плохо исполнял, что он просто развалился. Хобру с двумя сталкерами умудрился развести дисциплона. Два бункера есть у Арктура. Барак сейчас погибнет. Короче, бараки надо... А, ну бараков много новых есть здесь. Грилки на мейн смогут улететь сейчас. Мейн харасит. Медивак летит на муве. Давайте медивак сольём. Конечно, сольём. Почему бы и нет? Потери вообще дичь. Моряки идут на ХГ, но тут они смогут отбить-то вообще. Не, ну отбить смогут, но посмотрите на лимит уже. 76-46. Это разве лимит? Про Блескон я даже был неправ. Но я даже не помню, что такой там был. Коу присоединился к Халле в перерыве. А может, он её обрубил? Может, как бы Коу пообщался с револьверчиком в чате? Вот. И револьвер через Кхаллу просто ему свой скилл передал на предыдущий матч, например. А тут удалось избавиться от сечи. Так, прилетает призма. Что эта призма будет делать? Будет отдаваться эта призма. Спокойно, абсолютно. Минус призма. Там третий них. 168-92 по лимиту. Тут щиты из стимпак делаются. Медиваки будут. Да, строятся медиваки. Два бункера есть. На факте реактор минки будут. Коу идёт вперёд пробивать собрался. Похоже на то. Ну и, кстати, шанс высокий. То есть здесь только щиты будут сейчас. Без стима он очень тяжело будет отбиться. Ну, фугаться здесь будут, конечно. Так, Апсервер пытается Артур пить. Собьёт Апсервер. Ну, если как бы Коу не продавит, у Артура появляется шанс просто на Био. В двух углов нормально сыграть, пробить. Здесь полетел дропчик. Ну, вот против грелок дропаться, я не знаю, это глупая идея. Здесь надо делать третью цеху, либо выход с двух баз, как мне кажется. Третья цеха пошла. 80-80. И это после такого провалища вначале просто. Вот с этим пушем, ребят, если у вас улыбный прокси пуш, надо пару-тройку КСМ их брать. При таких ситуациях циклонов отводите, вычиниваете. Так, дропнулся Арктур. Коу идёт вперёд. Арктур не видит, как Коу идёт вперёд. Кстати, сейчас ещё один дроп на мейн полетел. Можно сейчас, кстати, очень неплохо зайти, но это будет полный размен, как бы. И учитывая, что есть грелки, зданиями в угол-то не улететь нифига будет сейчас. Так, спускается Арктур вниз. Видишь, что Коу рядом ходит. Нужно уходить на мейн, всё, поднимать. Здесь надо на стиме врываться на вторую. Врываться дропом на мейн сейчас. Оракул полетел. Так, врывается Арктур на вторую. Коу там варп, тадеп. Соплай блок, обеспеченку. Так, колосс вышел в номер один. Не, ну тут, смотрите. Например, на вторую уже Коу отбивается. Пробочек начал уводить. Здесь размен в итоге получается в пользу. Так, здесь на одном мейн. Всеми тирану уйти. Ну что, мейн тут Арктур разваливает достаточно быстро. 116-113 по лимиту. Так, мазеркор надо подрезать. Мазеркор подрезает Коу. Отлично, это всё сделано было. Пилона надо убивать. Да, пилона не убивает Коу. В итоге Арктур, простите, Коу улетает на трейсер. Здесь на мейне врыв идёт. Контроль от тирана отсутствует. Вместо того, чтобы запилить ещё пару туреток, здесь отступить вглубь. И с КСМ-ками подраться. Здесь всё, что нужно было, туреток пару поставить. Взять Био, отойти куда-нибудь сюда, с КСМ-ками ворваться. Всё, профит. Ничего этого не... Даже здесь вот в размене, в размене, не мочь убить колосса вот в такой ситуации. Ну что это за бред вообще, ребята? Брухается Био, медивайки вообще ничего не лечат. Отдаются тирану вообще просто дико. 1200 тому хуже. Здесь он всё проблевает. 50 на 50 по-боевому, кстати, лимит. Что самое интересное. Ну, грелок много. За цехами не улети. Здесь несколько СМ-ок увёл. Есть либераторы. Это шанс как бы... А, ещё и три строятся. Где они строятся вообще? Они все здесь строятся. Если пять либераторов будет, очень хороший шанс. Они три грелки не убьют. Но они по земле зато смогут помочь Арктуру драться. А у него 1-1, между прочим, грейды. Ну вот он дал здесь пилонов настроить. Уверча же сейчас будут. Сделки ничем не помогут, конечно. Нужно заходить в уху, ждать пока оверчаж погибнет. Так, робо падает, пилоны падают. Куда ты стимпатчишься? Куда ты Т-то жмёшь? Только в Т-то пожать, а? Так, всё, пробок у Коу вообще не осталось. Одна где-то она, где она одна? Одна в призме улетает, героическая пробка. Блин, если жмёт... Я извиняюсь, и жмёт всё-то и Т, и Т жмёт. Ну куда ты жмёшь-то? Ну куда ты жмёшь-то, ё-моё? Вырвет из себя эту кнопку на клавиатуре, ё-моё. И жмёт, и жмёт, и жмёт, и жмёт, блин. У них же не бесконечное ХП, энергия, у медиваков не бесконечное. Всё жёлтое в итоге летает вообще в хлам. Так, Никсус запилен, КСМ поехали. ЦЦХ улетает в угол. Сможет улететь? Ну, в Араке-то точно смогут. На ЦЦХ на новую нету, Арктура. Энергия по чуть-чуть, по чуть-чуть восстанавливается сейчас. На мэне пилоны до сих пор есть, и даже соплоблухов просто, они же самые интересные. Так, Аракул стазисной ловушки действует. Кстати, одна стазисная ловушка, и можно побеждать. Тут всё от либераторов, от контроля по земле, био-юнита будет зависеть. Каких 150 минералов там во всех барахах в Родакшн будет? Так, ферс лагает сильно. Пиши в саппорт. Премиум тут ни при чём. Битрейт с 4К, 8 мегабит нужен интернет, чтобы не лагало. Так. Тут всё под ревелэйшном летает. Хоть меди-ваки чуть-чуть отрегенились. Добыча-то у кого нет, для тирана изи эту игру выиграть можно сейчас. Ну, это ГГ, всё. Это ГГ. Надо просто без битвы 4 мародёра отдать. Ловить здесь нечего. Так, ещё и мародёр запретился. Тут надо было спокойно подойти либераторами, как ревелэйшн спал, разложить их по очереди. И мариками просто от грелок прикрыть. Либератора землю бы унизли, на самом деле. Тут давайте на клике либераторами с воздухом браться. Конечно же, это подрешает. ГГ, 3.0. Не хватило что-то Арктуру. Я даже сказал, он не уровень игры. Уровень игры он очень даже неплохой, стоит отметить, демонстрировал. Вот. Но Ку собрался к лузерам. Вот. Ку собрался к матчу лузеров и справился в итоге. Со своим волнением, что ли? Со своим какой-то игрой неправильно. И победил. Я делаю стоп-старт, возвращаюсь без задержки. И... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok